Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынковой компании Тикмилы с Амия Артур и Диатурин. Месяц спустя после различных шпилек размером в десятки сотни пунктов в парах с йеной, лирой и фунтом стерлингом. К ним присоединился сегодня швейцарский пранк. Обвал фунта против доллара, йен и евро совпал с временем азиатской сессии и днем, когда Япония была закрыта на праздники. Поэтому во время азиатской сессии ликвидность была низкая. Дилеры не применули воспользоваться возможностью нащупать крупные стопы у покупателей франка, что, собственно, получилось и только усилило падение франка. В результате набега на лагерь покупателей фунта пара доллар-фунт подскочила 0,9% до уровня 1,01, как вы видите, но после полностью ликвидировала последствия движения, уйдя ниже уровня 1 франк за доллар. Пара франк-йена потеряла меньше, около 0,4%. Евро-франк также кратковременно достигал отметки 1,1410 перед тем, как вернулся в прежний равновесный диапазон. Восстановление франка до прежних значений, еще раз говорить, что падение было фундаментально, точнее, не было фундаментально обосновано, то есть ему не предшествовал выход никаких важных новостей или событий. Сегодня азиатские рынки стартовали в неделю в довольно-таки невыгодном положении, так как на прошлой неделе сложилась такая ситуация, что они не дождались обновления о ходе переговоров между США и Китаем. Трамп поставил в зависимость рыночные ожидания относительно торговых войн, торговой напряженности исключительно о собственной воле, заявив на прошлой неделе, что только личная встреча с китайским лидером СИ позволит подвести какие-то конструктивные итоги переговоров. Алиопытно было сегодня наблюдать движение материкового и офшорного юаня, несмотря на распродажу материкового юаня почти на, точнее, более чем на половину процента, офшорный юань снизился незначительно, хотя обычно он более чувствителен к негативным ожиданиям, он просел почти на 0,1%. Справочный курс материкового юаня сегодня был установлен на уровне 6.7495, но все равно, как видно, обесценение материкового юаня сегодня значительно превысило справочный курс. Китайцы продолжают праздновать лунный Новый год, что традиционно связано с увеличением потребительских расходов, а значит, повышенным спросом на наличность, поэтому Народный банк Китая, вероятно, принимает сейчас соответствующие меры по наполнению банков ликвидностью, и стоит учитывать это как фактор, который толкает материковый юан ниже, за ним также следует и золото. Вот здесь, на этом графике изображенного курса золота к доллару и материковый юаня к доллару, видно, что они двигаются, между ними существует тесная связь, между ними существует корреляция, и со снижением материкового юаня можно ожидать, что золото также последует за ним. На этой неделе должны появиться данные по денежным агрегатам и темпам кредитования в Китае, что прольет свет на выполнение планов стимулирования экономики в ответ на падение темпов роста экспорта и производства. Глобальное неприятие к риску может возрасти на этой неделе, если данные по экспорту и импуту за январь не оправдают ожидания. Я помню, что сейчас товароборот Китая с партнерами переживает своеобразное истощение, после того, как китайские компании ускорили отгрузки в третьем квартале прошлого года, чтобы избежать тарифов. Тогда экспорт рос на фоне сокращения випов производства, и было понятно, что топливом для экспорта служат товарные запасы. Темпы их восполнения сейчас, вероятно, негативно отразятся на статистике. По экспорту в январе, а также в последующих месяцах. Европейская комиссия на прошлой неделе резко понизила прогнозы роста еврозоны в этом году и в следующем. Трамп заявил, что у него нет планов встретиться с СИ до 1 марта, то есть даты введения новых тарифов, что автоматически делает актуальным сценарий нового раунда тарифов. И как результат доллара сейчас возвращает себе статус лучшего защитного актива из худших, чем, вероятно, будет пользоваться и на этой неделе. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду. Продолжение следует...